Ну, у нас сложилась такая ситуация, что кто-то уже ходил практически на все семинары, кто-то не ходил вообще на семинары, кто-то сходил на первый. И мне бы хотелось, чтобы всем было относительно интересно, может быть, полезно. Если вы не возражаете, мы разделим, наверное, нашу беседу на три части. Первая часть будет немного теоретическая, просто вспомнить какие-то основные положения акустики, речи, кратко по ним пройтись. Вторая часть мы поговорим о том, как фонетическую последовательность членить на отдельные звуковые сегменты, на что можно опираться на осталограмме и на спектрограмме, на что ориентироваться. Кратко об этом поговорим, потому что подробно это все практически разбирается на семинарах. И в третьей части я покажу небольшой функционал ПРАТА для тех, кто еще не видел и с ним не работал. Кто-то с ним уже начал работать на семинарах, просто, может быть, вспомнит что-то. Отдельно скажу, что все всякие сложные функции, их очень много у ПРАТА, это мы, конечно, будем подробнее еще на оставшихся семинарах разбирать. В рамках этой лекции, конечно, не получится охватить все. Ну, я напомню, что такое акустика. Собственно, программа фонетическая ПРАТА позволяет нам отслеживать именно акустические характеристики звуков. Акустика – это наука о звуке, изучающая его физическую природу. Видно нормально, да, на нем всегда? А также проблема, связанная с его возникновением, распространением, восприятием и воздействием. Собственно, в таком широком понимании акустика – это, конечно, раздел одной из направлений физики. Это направление исследует упругие колебаний волны от самых низких, ну, условно говоря, от нуля до самых высоких частот. Термин этот был введен в самом начале XVIII века с Жозефом Савером в 1701 году. Это был один из основателей музыкальной акустики. Ну, направлений у акустики много различных. Я здесь перечислила на этом слайде несколько из них. И акустика речи занимает, собственно, является одним из направлений большой современной акустики. Ну, наверное, так как мы будем говорить о звуке, как о физическом явлении, то следует напомнить некоторое вот такое определение простое, что звук – это физическое явление, которое представляет собой распространение в виде упругих волн механических колебаний в различных средах – в твердой, жидкой или газообразной. И эти упругие волны механических колебаний, они вызывают определенные слуховые ощущения. Ну, напомню, что есть разные звуки. Порог слышимости человека составляет от 16-20 Гц до 15-20 кГц. То, что ниже диапазона слышимости человека – это инфразвуки. Они отмечены в левой части шкалы. То, что выше диапазона слышимости человека – это ультразвуки и гиперзвуки. Их несколько там градаций. Ну, так как мы с вами будем в ПРАТе смотреть различные осцилограммы и спектрограммы, которые нам визуализируют звук, дают возможность посмотреть его, как физическое явление, увидеть, то нам нужно, наверное, какие-то основные термины, связанные с волновой теорией, так как звук, напомню, это упругая волна, определенное колебание, напомнить. То есть здесь схематически представлена длина волны, амплитуда и частота. Слайд, который ниже, он дает нам четкие определения, которые нам в любом случае понадобятся, когда мы будем анализировать с вами осцилограммы, спектрограммы. Длина волны – это расстояние между двумя ближайшими друг к другу точками в пространстве, в которых колебания происходят в одинаковой фазе. Ну, на предыдущей картинке мы это видели, то есть это расстояние либо между двумя ближайшими гребнями волны, либо между двумя ближайшими впадинами. Амплитуда – это максимальное значение смещения, изменение переменной величины от среднего значения при колебательном движении, при колебательном или волновом движении. Чем больше амплитуда, тем громче звук. Собственно, вот на предыдущей картинке наглядно показано, что это такое. Чистота – это термин, которым мы часто будем сталкиваться при анализе спектрограммы осцилограмм в проате и вообще в акустике. Это физическая величина, которая характеризует периодический процесс, то есть волновой колебательный процесс. Она равна количеству повторений событий в единицу времени. Измеряется частота в единице измерения Герц, сокращенно ГЦ. Но это вы знаете все из курса физики. Значит, акустика речи, на которой мы с вами сосредоточимся, она изучает, понятно, не все звуки, которые есть в природе, а звуки речи, речевые звуки. Речевой звук – это звук, который образуется произносительным аппаратом человека с целью языкового общения. Ну, что такое произносительный аппарат? Там написано, это все знают, он много всего в себя включает, в том числе и легкие, которые играют очень существенную роль, и мы сейчас об этом тоже скажем. Отмечу, что акустическая фонетика, несмотря на то, что обычно в студенческом курсе по фонетике она как-то обычно опускается и не изучается досконально, в отличие от артикуляционной фонетики, которой проходят все, акустическая и перцептивная фонетики, они стоят где-то там, так, фоновым знанием. Артикуляционная фонетика изучает у нас, напомню, анатомо-физиологические, анатомо-физиологическую базу артикуляции, а перцептивная фонетика – механизмы слухового анализа, восприятия речи. И акустическая фонетика таким образом занимает центральное положение, потому что она изучает звуки как физические явления, имеющие определенные акустические характеристики. То есть она занимает промежуточное положение между артикуляцией и перцепцией и находится в непосредственной связи с тем и с другим, особенно, конечно, с артикуляцией. Есть такое понятие акустической теории речи образования, которое изучает как раз связь между органической фазой артикуляции и тем акустическим результатом, который получается. То есть именно акустические параметры звука, которые мы с вами будем смотреть в программе ПРААД. Акустическая теория речи образования берется в начало в XIX веке в работах немецкой физики Гельм Гольца. Далее Фант и Джеймс Фланаган в XX веке продолжили это направление. Собственно, основное положение акустической теории речи образования, которое нам точно нужно с вами обсудить, чтобы вообще понимать, что мы видим в программе ПРААД, заключается в том, что движение речевых органов, наша артикуляция, она не создает непосредственно речевой сигнал, а создает некоторые условия, аэродинамические условия в речевом тракте, которые необходимы для образования звуковых колебаний. То есть легкие подают нам поток воздуха, который идет через речевой тракт и притерпевает некоторую акустическую модуляцию, раздробляется и превращается в колеблющуюся воздушную струю. Ну, это я напомню просто, как выглядит речевой тракт. То есть дыхательная система дает нам воздушный поток, является инициатором звуковых колебаний. Голосовые связки создают и различные преграды над гортанной полостью, создают акустическое возмущение. И, собственно, голосовые связки и артикуляторы, которые создают преграды для воздушного потока в речевом тракте, они являются источниками звука, о которых мы чуть позже поговорим подробнее. Очень важное понятие, которое нам нужно с вами тоже обсудить и дать ему определение, это понятие резонанса. На этой картинке наглядно оно показано. Тут можно особенно сейчас не смотреть во всякие числа, а просто представить себе, что это такое. Здесь дано определение резонанса. Вы прочитайте его для себя, я не буду вам его повторять, просто как бы чтобы это определение у вас было. Дело в том, что наш речевой тракт, он представляет собой некоторый резонатор, имеющий собственные частоты, две ярко выраженных частоты. И когда воздушный столб, поток воздуха идет из наших легких по речевому тракту, он, соответственно, источник звука продуцирует колебания с определенной частотой, с определенными амплитудами в гармониках спектра. Затем, соответственно, этот воздушный поток попадает в наш речевой тракт, в резонатор. Резонатор имеет свою частоту, и некоторые гармоники в спектре усиливаются, те, которые совпадают с частотой резонатора, наиболее близки к ним. Некоторые не изменяются, некоторые подавляются. И, собственно, особый специфический тембр звука, который получается, он как раз формируется благодаря тому, что на частоты источника звука накладываются частоты резонатора. И, соответственно, если мы как-то изменяем наш резонатор и речевой тракт, то изменяются и свойства резонансные, и тембр звучания звуков. Вот, собственно, эта картинка, она, наверное, наиболее показательна. Значит, у нас, соответственно, есть определенный голосовой импульс. То есть голосовые связки у нас колеблются, и каждое колебание голосовых связок порождает звуковую волну, колебания. Соответственно, у этого колебания есть амплитуды гармоник спектра, показанная там, где B, определенная частота. Когда этот голосовой импульс попадает в речевой тракт, у речевого тракта, это G, есть своя частота, характерная именно для него. И частота гармоник спектра голосового импульса, она как бы умножается на частоту речевого тракта, передаточной функции речевого тракта. И что получается? Что те частоты источника звука, голосового импульса, которые близки резонансным максимумом частот речевого тракта, они, соответственно, увеличиваются, а те, которые не близки, они подавляются. И, собственно, на картинке E как раз и получается та частота, которую мы имеем на выходе. Если упрощенно, то можно описать это явление вот такой формулой, где P – это давление, маленькое F – это частота, S – источник звука, а T – это, собственно, передаточный тракт ключевой, то есть резонатор. Таким образом, мы получаем амплитудно-частотный спектр резутирующего звукового колебания, который мы имеем на выходе, из произведения амплитудно-частотного спектра колебания, создаваемого источником звука, голосовыми связками, и умножаем его на частоты передаточной функции резонаторной системы. Ну и, конечно, на это можно наложить параметры времени, которые тоже влияют, но это уже будет сложная формула. А в упрощенном виде она выглядит так. Значит, что такое источники звука и какие они бывают? Ну, на семинарах мы об этом много говорили, и уже научились их отличать на спектрограммах и астолограммах. Ну, соответственно, акустическая модуляция воздушного потока в речевом тракте у нас осуществляется тремя способами. Есть три типа источников звука – голосовой, турбулентный и импульсный. Но из курса фонентики вы все представляете, глядя на эти названия, какому источнику звука, какие, собственно, звуки соответствуют. Но мы кратко пробежимся, напомним и попытаемся именно на акустических свойствах сконцентрировать свое внимание. Значит, первый источник звука – это голосовой. Он создается колебаниями голосовых связок. Когда колеблются голосовые связки, от каждого колебания происходит воздушный толчок, импульс. Каждый воздушный толчок, каждый голосовой импульс – это одна звуковая волна. И последовательность вот таких вот импульсов, возникающих в результате колебаний голосовых связок, это и есть голос или глотальная волна. Собственно, звуки, которые образуются только с помощью этого голосового источника, это гласные и сонорные согласные. В результате колебаний голосовых связок у нас получается сложный периодический звук, который мы уже смотрели на картинках. Он как бы как сумма простых синусоидальных колебаний или гармоний. Соответственно, первая гармоника в спектре – это частота основного тона, которая обозначается у нас обычно как F0. Остальные гармоники – это уже обертона, но мы про них говорить особенно не будем. Соответственно, в программе PROAD, помимо остальных функций, про которые мы будем говорить, можно анализировать то, как работают голосовые связки. Есть такое понятие, как джиттер-эффект, от английского джиттер, джита – дрожание. Это эффект, который создается из вариативности периода колебаний голосовых связок. То есть по некоторым причинам – эмоциональным, физиологическим, интонационным и так далее – голосовые связки не всегда с одинаковой периодичностью колеблются. Могут то быстрее, то медленнее. И это можно отследить тоже, проанализировать и в программе PROAD, и мы потом посмотрим, как это делать. Но я вот хочу ввести здесь это понятие. Следующий эффект, который связан с работой голосовых связок – это шиммер-эффект от английского мерцания. Он связан с вариативностью амплитуды колебаний. То есть колебания голосовых связок, они могут осуществляться то сильнее, то слабее. В принципе, для человека без отклонений речи показатели джиттер-эффекта и шиммер-эффекта, они довольно низкие, но все равно в любом случае в каждой речи они есть. Их тоже можно изучать с помощью PROAD. Значит, очень важное понятие, которое мы будем смотреть на спектрограммах и всегда про него говорить – это основная частота или частота основного тона. Ну, понятно, что чем она больше, тем выше голос. У каждого человека есть своя базовая нейтральная частота основного тона. Она обычно соответствует третьей или четверти от всего голосового диапазона от нижней границы. И разумеется, что зависит она, так как это частота колебаний голосовых связок, то она напрямую зависит от физических свойств конкретных голосовых связок, то есть от степени упругости их, от их массы и размера. Таким образом, естественно, что у разных людей голосовые связки разные и по размеру, и по массе, и по упругости. Зависит это, конечно, сильно от пола и возраста. Поэтому нужно понимать, что для мужчин, женщин и детей, конечно, средние показатели частоты основного тона будут разные. Для мужского голоса средние 130 Гц, колебания, возможно, диапазон от 80 до 200. Но в каждом конкретном случае, конечно, бывают свои также характеристики. Для женщин средняя частота основного тона 260 Гц, диапазон средний составляет 150-400 Гц. Для детской речи диапазон очень велик, от 200 до 500 Гц, что связано, естественно, с тем, что ребенок постоянно растет, голосовые связки меняются, частота основного тона тоже меняется. Значит, в проате, я забегая вперед скажу, частота основного тона у нас обозначается голубой вот этой вот линией. Соответственно, она может быть базовая для носителя. И для каждого носителя в программе проат можно задавать свои характеристики, чтобы вот этот вот трекер частоты основного тона был более четкий. И, естественно, она может отражать также и интонацию. По ней тоже можно отследить какие-то основные параметры интонационные. Но это мы сказали про голосовой источник звука. Турбулентный источник звука – это еще один источник, который у нас есть. Турбулентный источник звука, он связан с турбулентным шумом. Дело в том, что когда воздушный поток проходит по рычевому тракту из легких, в некоторых случаях появляется турбулентность, обусловленная вихрями. Вихри представляют собой частицы воздуха, которые двигаются не по направлению основного движения, то есть от легких, но совершают более сложные и беспорядочные перемещения. Откуда берутся эти вихри? Необходимо два основных условия для того, чтобы возникли вихри. Первый – это должно на пути воздушного потока быть сужение какое-то, щель. Второе условие – позади этого сужения должно быть избыточное давление, благодаря которому как раз поток воздуха проходит это сужение со скоростью. И из-за этой скорости воздушный поток проходит, соответственно, сужение из избыточного давления на скорости. С той стороны от сужения стоячая инертная масса воздуха, и на этой границе происходит вихри. И мы слышим шум. Но турбулентный шум характерен для африкативно согласных, что идет, собственно, из названия их. Особенно он интенсивный для глухих, с-ш-х-ф, менее интенсивный для звонких, африкативных, на примере русского языка, с-ж-в. Также он может слышаться при частичном оглушении сонорных портовых согласных. Про механизм возникновения турбулентности мы уже кратко сказали. Здесь небольшое суммирование сказанного. Ну и отмечу, что для свистящих и шипящих, для сибирянков с- и ш, например, у нас будет самый интенсивный шум, который будет очень заметен на спектрограмме и на осциллограмме. Это связано с тем, что на пути воздушного потока образуется твердая преграда. И воздух подходит, воздушный поток, он образуется турбулентный шум, и воздушный поток подходит к преграде под прямым углом. То есть к верхним или к нижним зубам. И когда у нас есть твердая преграда и пространственная направленность под прямым углом, шум наиболее интенсивный. Это очень хорошо будет видно в прате на спектрограммах, на осциллограммах. Мы чуть позже посмотрим примеры. Ну, соответственно, можно выделить несколько типов турбулентного шума. Фрикативный, выше гортани, аспиративный, в гортанной полости. Соответственно, интенсивный шум, как мы уже сказали, зависит от пространственной ориентации препятствия. Ну, вот под прямым углом наиболее будет сильный интенсивный шум от размера сужения, от наличия препятствия и, конечно, от того, работают голосовые связки или нет. То есть если голосовые связки не работают, это глухой фрикативный, то шум будет более интенсивным. Ну, спектр турбулентного шума сплошной, в нем нет отдельных гармоник. Это не такое периодическое колебание, как при образовании гласных. И, как правило, мы потом увидим это с вами на спектрограммах, частотный интервал, он достаточно высокий, от 500 до 3000 Гц. То есть задействованы верхние частоты в спектре. Схематически показано здесь, как образуется турбулентный шум. То есть у нас есть сужение, у нас есть избыточное давление позади сужения, и из-за него воздушный поток преодолевает сужение на скорости. На осциллограмме B, корсиночка, выглядит это примерно так, но мы потом посмотрим конкретные примеры на конкретных спектрограммах. Третий источник звука, который легко тоже будет выделяться на наших спектрограммах, это импульсный источник звука. Импульс звуковой или взрыв, это скачкообразное изменение давления воздуха. Для того, чтобы он произошел, необходима полная смычка артикуляторов, накапливается избыточное давление, и затем происходит скачкообразное изменение этого давления, происходит взрыв. Из названия импульс или взрыв ясно, что таким образом образуются глухие и звонкие взрывные. Для глухих особенно это характерно, в русском языке это, например, ПТК. Ну и естественно, что наиболее интенсивные взрывы у нас у глухих, взрывных, зависят они также от силы выдоха, от давления позади смычки, вот этого избыточного, насколько его там много, насколько оно сильное. Ну и чем ближе место образования согласных гортани, тем взрыв также будет интенсивней, наиболее интенсивный он, скажем, у К и у всяких придыхательных вариантов К. То есть у К он точно будет интенсивнее, чем у П. Ну, здесь схематически показано, как образуются такие звуки. На спектрограммах и на осцилограммах это будет выглядеть как смычку вначале, некую паузу, а потом взрыв. И после нее может быть еще потом фрикативный шум. Ну, понятно, что все эти три источника звука могут различным образом комбинироваться при образовании звуков. Ну, вот в этой табличке примерно показано, ну и так все представляете, как это происходит. То есть есть звуки, где задействовано только один источник, голосовой, турбулентный или импульсный. Есть там, где комбинации из двух, есть даже там, где комбинации из трех. Важное понятие, которое нам нужно сейчас ввести в наш оборот, это форманта. Ну, как мы уже говорили, в речевом тракте есть свои частоты и амплитудные максимумы. Ну, мы видели, что там, где частота источника звука наиболее близка к частоте передачной функции речевого тракта, там эти частоты усиливаются и получаются резонансные максимумы. Форманты – это как раз резонансные максимумы вот этой передачной функции. Благодаря ним и формируются основные различия, акустические, фонетические, между звуками. Обозначаются обычно частоты форманта как F1, F2, F3. Измерить их в проате будет легко. Также есть еще понятие ширина форманта. Это диапазон частот по обе стороны от частоты форманта, от F1, F2, F3. Называется это band width. В проате тоже можно измерить, посмотреть все эти данные. Сокращенно обозначается как B1, B2, B3. То есть ширина первой форманта, ширина второй, ширина третьей форманта. И помимо форманта есть антиформанты. То есть это совершенно наоборот. Есть антирезонансы, которые ослабляют амплитуду составляющих с частотами, близкими частотам антирезонанса. То есть антирезонансы действуют наоборот. Они как бы подавляют частоты в отличие от резонансов. И есть, соответственно, антиформанты, то есть нули, вот эти передачные функции. Обозначаются они обычно как Z1, Z2, Z3, а от английского 0. В первую очередь мы говорим про форманты гласных. И форманты гласных, они зависят от того, как у нас эти гласные образуются. Если у нас есть полотальное сужение, соответственно, в передней части готовой полости, то первая форманта у нас понижается, вторая, наоборот, повышается, и расстояние между ними получается максимальное. При образовании таких гласных, как U, у нас есть лобиальное сужение и билярное сужение, при этом задней части ротовой полости. Лобиальное сужение, огубленность, оно понижает все форманты, первую, вторую и третью, особенно вторую понижает. И при этом они оказываются максимально близки друг к другу. Для образования А-образных звуков, когда у нас есть такое фарингальное сужение, то первая форманта у нас максимально поднимается, а вторая понижается, и они оказываются тоже друг к другу близки. Кратко здесь это суммировано. Да, ну я сказала, огубление способствует понижению частот всех формантов. Соответственно, сужение в передней части провоцирует резкое увеличение расстояния между первой и второй формантами. Сужение в задней части плюс сужение в области губ способствует сокращению расстояния между двумя первыми формантами и их общему понижению. Сужение в фарингальной части при образовании А-образных звуков сокращает расстояние между первой и второй формантами. Ну, здесь нужно также напомнить, что это условная картинка, но первая форманта больше нам говорит о признаке подъема, а вторая форманта больше нам говорит о признаке ряда. Но при определении подъема ряда гласного следует вообще смотреть на формантную картину гласного в целом, а не только на эти две. Но упрощенно первая форманта больше нам говорит о подъеме, вторая больше говорит о ряде. Соответственно, здесь приведена табличка средних формантов гласных, она очень условная. Здесь измерено все в герцах, да. В чем ее условность? Ну, как вы помните, мы говорили о том, что голосовые связки у всех разные, у них разная масса, у них разная длина, разный размер, разная упругость, поэтому частота основного тона у всех людей разная, зависит от пола и возраста. Это, естественно, что резонатор, речевой тракт также зависит от различных физиологических свойств. И, естественно, что частоты резонатора также будут разные, и, соответственно, и форманты для каждого конкретного носителя, их средние значения тоже будут разные. Здесь приведены средние значения для мужского голоса, для женского голоса, тем более для детского все будет индивидуально. В программе ProAd можно создавать настройки для формантного анализа, подбирать каждому носителю так, чтобы трекер, вот это вот наше отображение форманта было более четким для каждого конкретного носителя. Ну, это средняя табличка, главное ее некоторая пропорциональность. Тут что бросается в глаза? Ну, то, что самые открытые гласные, такие как А, например, имеют самые большие показатели первой форманты. Ну, 850 Гц здесь указано. То есть, чем более открытый гласный, тем больше первая форманта. Чем уже гласный, тем ниже первая форманта. Мы говорили, что первая форманта связана больше с подъемом. Вторая форманта больше нам говорит о ряде гласного. И тут есть некоторая закономерность, что чем более передний гласный, тем выше у него вторая форманта. Например, для И здесь она указана как 2400 Гц. Но, опять-таки, для заднего гласного, соответственно, она будет самая небольшая. Ну, и, как мы говорили, огубление способствует тому, что все форманты, и первая, и вторая, особенно вторая, понижаются. Что несколько эту пропорцию размывает. Ну, основные методы и средства акустического анализа, которые доступны в программе ПРААТ, это осциллограмма от латинского колебания. Это изменение амплитуды звукового давления во времени при произнесении речевого отрезка. Здесь приведен пример осциллограммы. Эта осциллограмма довольно понятная. Здесь я сейчас мышкой буду показывать. Здесь у нас есть, очевидно, турбулентный шум, довольно интенсивный для глухого щелевого, ну, для глухого сибиллианта. Затем здесь явно видны периодические колебания гласного. Видна смычка, но при этом с продолжением колебания голосовых связок с голосом для взрывного звонкого Б. Потом виден небольшой взрыв. Видны опять-таки периодические колебания, характерные для гласного. Затем у нас смычка для взрывного согласного. Взрыв. Небольшой турбулентный шум потом. И опять-таки периодические колебания, характерные для гласного. Но не все осциллограммы так легко читаются. Например, сравните вот эту для слова «малина» русского. Здесь у нас последовательность из сонорных согласных и гласных. Везде есть голосовой источник, и поэтому тут уже намного сложнее делить на звуки. Поэтому следует при анализе ориентироваться не только на осциллограмму, но и на спектрограмму, также на все вместе. Спектрограмма от латинского «видимая» — спектрум. Это графическое изображение спектра звуковых колебаний. То есть он показывает нам относительную амплитуду и интенсивность этих колебаний. И, собственно, то, как энергия распределяется по частотам. Программа «ПРАД» позволяет нам смотреть и спектрограммы, и осциллограммы. Спектрограммы бывают также разных видов, и мы можем вручную задавать различные настройки этих спектрограмм, чтобы они подходили конкретному носителю и для наших конкретных целей. Для того, чтобы осуществлять в программе «ПРАД» и в других программах фонетическую сегментацию звукового сигнала, нам надо, соответственно, опираться на те различия, которые в первую очередь зависят от типа источника звука и от характеристик резернаторной системы. И, конечно, влияет еще на многое фонетический контекст, то есть соседние звуки, ударение, интонация и многое другое. Самые сложные, как мы уже говорили, для сегментации сигнала – это последовательности гласных и сочетание гласных с неносовыми сонорными согласными. Там возникает очень большая пограничная зона, зона форматных переходов на стыке звуков, то есть в конце одного звука, в начале другого и так далее. Эти форматные переходы связаны с явлениями коартикуляции, то есть взаимодействия между звуками и артикуляционной редукцией, то есть когда речевые органы не достигают своего целевого состояния, целевой артикуляции, к которой они стремятся. Из этого есть некоторые следствия, что стационарный участок каждого звука довольно маленький и очень большие переходные форматные переходы, переходные участки. Я, наверное, буду немножко более кратко говорить об этом. Да, ну вот эта картинка нам как раз демонстрирует, как меняется первая и вторая формата гласных в зависимости от того, после каких согласных они идут. Особенно вторая формата, конечно, подвержена изменениям. То есть это как раз места форматных переходов от одного звука к другому. Там, где мы будем с вами при фонетической сегментации в проате выставлять границы, мы будем смотреть также на сдвиг, на сбой формат, где они начинают изменяться. Собственно, здесь пример осциллограммы, спектрограммы из программы ПРААТ. Здесь в голубой линии отображена частота основного тона, в герцах в желтой линии отображена интенсивность звукового сигнала в децибелах. Красные точки – это форманты. В данном случае первая, вторая, третья, четвертая. Количество показанных формат можно регулировать в настройках. Да, видны затемнения в спектре и, собственно, сверху осциллограмма. Я здесь это привела сейчас для демонстрации, как выглядят гласные. Гласные характеризуются у нас затемнениями в спектре и высокой амплитудой периодических колебаний на осциллограмме. Вот здесь видно, здесь даже видно, какой гласный ударный. Второй. Там намного более сильное затемнение в спектре и более заметная амплитуда периодических колебаний на осциллограмме. В данном случае членение вообще очень легко осуществить, потому что здесь у нас последовательность глухих согласных, у которых нет голубой линии, нет голосового источника. Частота основного тона здесь показывается только на гласных. То есть мы видим пики желтой линии, пики интенсивности на гласных, частота основного тона, выделенная голубой линией и высокую амплитуду периодических колебаний на верхнем рисунке на осциллограмме. Ну, здесь, в общем, все точно так же. Да, для шумно-взрывных согласных характерна, как мы уже говорили, смычка, то есть некоторая пауза и шумовой отрезок затем, после этого. Естественно, что для глухих смычных согласных это может быть просто пауза без голоса, для звонких это будет голосовая полоса, то есть звонкая такая пауза с небольшими неинтенсивными колебаниями периодическими. Ну и понятно, что если слово начинается со смычного согласного, то после молчания сложно выделить этап смычки, то есть эта граница довольно условна. Длительность смычки, она больше у глухих смычных, чем у звонких и составляет в среднем от 30 до 120 миллисекунд. Смычный согласный может состоять, собственно, шумовой интервал смычного согласного после смычки может состоять из нескольких частей. Здесь на картинке, во-первых, это взрыв, затем после взрыва может идти фрикативный шум и аспиративный шум, которые на осциллограмме будут так вот примерно отображаться. Здесь на осциллограмме и на спектрограмме видно разницу между обычным взрывным согласным, например, т, и африцированным, то есть когда участок фрикативного шума после взрыва оказывается довольно длительным и интенсивным. То есть здесь мы видим два гласных, между ними т, представленный смычкой и затем взрыв. Видно, да, где я мышки вожу? Здесь опять-таки два гласных, смычка, взрыв, уже для фрикцированного характерный, уже не такая большая смычка, не такая длительная, но затем период после взрыва турбулентного фрикативного шума. Ну и также могут быть согласные взрывные аспирированные, то есть при дыхании это тоже будет видно. Ну здесь некоторые данные по шумовым интервалам смычных согласных. Здесь написано про длительность и интенсивность спектра шума. Шумовая фаза для простых взрывных составляет в среднем 40-60 миллисекунд, при этом длительность взрыва вот этой вот такой черной небольшой полосы составляет всего 3-5 миллисекунд, то есть она очень мала. Понятно, что шумовая фаза зависит от места образования согласных, то есть чем более задний согласный, тем у него более интенсивный и длительный шум. И если согласный глухой, то также его шум намного интенсивнее, чем шум звонкого. Два полюса представляют собой БО, звонкий, поэтому у него шум менее интенсивный. Место образования губное, соответственно, в передней части ротовой полости. Получается, что шум у него по второму показателю тоже наименее интенсивен. Самый интенсивный шум, который будет виден и на осциллограмме, и на спектрограмме, характерен для заднеязычного К, особенно для К придыхательного. Ну, здесь несколько примеров, как, собственно, выглядят взрывные согласные на спектрограммах и осциллограммах, чтобы было понятно. В данном случае здесь фонологическая запись подписана П, а на самом деле звучит там Б. То есть здесь звонкая смычка, колебания голосовых связок продолжаются, небольшой взрыв. Для глухого взрывного характерна смычка, при этом колебания также могут продолжаться какое-то время. Затем взрыв. На спектрограмме он показан такой вот темной полосой и небольшой фрикативный шум после этого. Здесь также скэ видно, взрыв. Вот здесь небольшой шум. Здесь вот звонкий смычный, для примера. Опять-таки у нас есть смычка, но при этом колебания голосовых связок продолжаются. Мы видим тут голос, взрыв после смычки. Здесь также мы видим сильный взрыв и небольшой турбулентный шум после этого. Здесь тоже небольшой взрыв, не очень интенсивный в данном случае, но турбулентный шум потом. И это гортанный смычный, он иногда тоже отображается как взрыв, иногда вот больше как турбулентный шум. Ну, на этой картинке тоже смычка, взрыв, темная полоса на спектре. Вот здесь очень интенсивный шум у согласного. Видно затемнение в верхних частотах тоже. Да, ну и в зависимости от того, какой гласный идет после взрывного согласного, локус этого согласного тоже будет разный. И будет тоже виден форматный переход. Особенно, конечно, это связано с явлениями полотализации, когда идет гласный переднего ряда после взрывного, смычного. Видно очень, что вторая формата сразу же повышается. Если потом идет огубленный согласный, то понижается. Ну, в общем, вот такие форматные картинки, они очень характерны, видны на спектрограммах. И ими можно руководствоваться, когда мы делим фонетическую последовательность на спектрограмме на отдельные звуки. Ну, здесь тоже картинка про локус согласного. Второй формат для лекарного согласного D. Здесь мы видим, что в зависимости от того, какой гласный будет после этого согласного, соответственно, вторая формата будет либо повышаться, если это гласный передний. Мы помним, что вторая формата самая высокая у гласных переднего ряда. Вторая формата больше отвечает за ряд. Вот, соответственно, если гласный А-образный, то вторая формата будет понижаться, потому что чем более задний гласный, тем вторая формата будет меньше. Ну, и для огубленных гласных вторая формата вообще очень сильно понижается. Будет такой форматный переход. Что касается фрикативных согласных, то мы помним, что у фрикативных согласных, в отличие от смычных, артикуляция довольно однородная, то есть это в основном турбулентный шум, турбулентный источник звука, либо же это турбулентный источник звука плюс голосовой источник, то есть звонкие фрикативные. Отображаются они на спектрограммах довольно заметно, сразу их видно. Длительность фрикативных составляет от 50 до 200 миллисекунд. Наибольшая длительность у нас у глухих согласных, и самый интенсивный шум, как мы уже говорили, у сибилянтов, таких как С и Ши, что связано с тем, что воздушный поток под прямым углом к преграде. Ну, соответственно, на этих картинках, а в стилограммах и спектрограммах показано, как отличается турбулентный шум, фрикативный шум, для разных по месту образования согласных фрикативных. Например, тут на всех последовательность два гласных, и между ними в интервокале согласные фрикативные. Здесь вот показан шум для Ф, он совершенно незначительный, маленький. Для Х он тоже, ну, колебания заметнее, но он тоже не очень значительный. А вот для С и Ши это очень заметные на остеолограмме заметно колебания, и на спектрограмме заметно затемнение верхней части спектра, очень характерное. Для С и Ши в разном частотном диапазоне. Ну, как это выглядит на картинках эспраата? Можно вот здесь увидеть, например, как мы уже сказали, для заднеязычного это довольно незначительное колебание. Вот здесь более заметно. Для С шум более интенсивен. И затемнение в спектре также мы видим. Да, и для этих согласных, для них характерно давление первых формат. Первый формат у нас есть у гласных, здесь вот очень четко, а у глухих согласных нет, но зато при этом в верхней частотах спектра есть затемнение. Вот в интервокале глухой фрикативный, С, очень с интенсивным шумом. Здесь тоже. Да, и здесь еще взрывной, тоже с турбулентным шумом после взрыва. Ну, акустические характеристики Африкат, они занимают промежуточное положение между взрывными и фрикативными. Длительность смычки у них меньше, чем у взрывных, длительность шума больше, чем у взрывных, но меньше, чем у фрикативных. Соответственно, например, здесь вот мы видим короткую.